В Хакасии началась пассивная. Фермеры республики планируют охватить площадь более чем в 200 тысяч гектаров. Это уровень прошлого года. Настоящим золотым запасом в этом сезоне может стать пшеница. Цена на нее обещает достигнуть исторического максимума. О том, как повлияла пандемия на работу в полях. Константин Кравцов. На той стороне наши поля. Дальше идет до сахоза. Бескрайние просторы сельхозугодий с математической точностью в уме делит глава фермерского хозяйства Ашот Манукян. С одной стороны овес, кормовые, а на этой делянии в 140 гектаров совсем скоро заколосится пшеница. Царица поля и стола. Бейская пшеница пользуется большим спросом. Сегодня продано юг края 300 тонн элитных семян. Приезжают в Тува, просят семян. То количество, которое у меня сертифицировано, естественно, будет продано. Только это хозяйство в Бейском районе планирует засеять порядка 2000 гектаров пшеничных полей. 700 гектаров фураж. В целом же по Хакасии под яровой сев и зерновые культуры пойдет почти 2000 гектаров. Сегодня как раз то время, когда день год кормит. С утра и до темна. Работает. Пока погода позволяет. Супер элита пшеница. Видите, какое качество. Высший свет – супер элитные сорта. Несколько недель хорошей погоды и зерно из хранилищ перекочует в поля. Розовый цвет семян – результат специальной обработки от паразитов и вредителей. Несмотря на глобальную пандемию, фермеры Хакасии только и делают, что набирают обороты. Разумеется, с соблюдением санитарных норм. Если сегодня вывести технику с полей и закрыть амбар, последствия могут оказаться пострашнее коронавируса. Надо кормить страну. Люди хотят кушать. Хлеб каждый день им нужен. Как можно остановить процесс производства зерновых? Это первое, что есть. Людям надо вирус победим. А если не будет хлеба, то это будет трагедия. Стратегическую значимость села сегодня понимают и власти республики. Задача минимум – не потерять показатели прошлого года. На поддержку фермеров предусмотрены внушительные средства. Например, 70 миллионов рублей в виде компенсации затрат на новую технику. Почти 40 миллионов на закупку удобрений. Получается, зерно в буквальном смысле сегодня – сельское золото. Сегодня мы с вами видим, что у нас потребность в зерне, в продовольственном зерне. И цена на него сегодня возросла на продовольственное зерно. Поэтому мы просим наших сельхозтавропроизводителей увеличить этот клин, чтобы обеспечить и республику, и продать продовольственное зерно. В этом году у нас новая введена компенсация по затратам на приобретение ГСМ. В Минсельхозе рапортуют, сегодня республика технически готова к посевной на 100%. Единственное, на чём отразилась пандемия коронавируса – упали поставки удобрений из других регионов. Чиновники обещают решить вопрос в ближайшее время. Иначе никак. Сезон начался, техника уже прогрета. Положено работать, будем работать. Сеять надо, жить на что-то надо. Пшеница – это хлеб. Константин Кравцов, Сергей Казьмин. Вести. Хакасия. Константин Кравцов